Поэтому для начала я прочитаю вам лекцию рецептов, вернее сказать монографию рецептов лечения, которая будет очень познавательна для широкого общения и для широкого обзора, широкого понимания, анализирования и широкого осознания лекарственных свойств можжевельника обыкновенного и можжевельника казацкого. Как широко известно, Бог изначально сотворил все виды можжевельника, виды хвойных пород деревьев, виды рододендронов и всю флору, которую мы видим на земле в Царствии Небесном, а затем всю флору, то есть растительный мир, и фауну, животный мир, и древних людей транспортировал из Царствия Небесного на Землю и другие планеты во Вселенной, от которых мы, современные люди, генетически происходим. Вся изначально сотворенная Богом и Его помощниками, ангелами небесными, флора Царствия Небесного, сохранилась в первозданном цветущем райском обиталище, в отличие от многих численных видов погибшей флоры и фауны на земле. Бог сотворил и транспортировал все виды можжевельника для древних людей, для любования, то есть созерцания природы, чтобы в их сердцах поселилась любовь и все другие эмоциональные чувства тонких вибраций человеческой души, желающие благодарить Бога своей любовью за его участие и помощь в жизни человека. Как онкотравник-целитель лесостепной зоны Южного Урала и Зауралья, дружил и дружу сейчас с более чем четырьмя стами видами лекарственных растений и люблю их всем сердцем и душой. Растения чувствуют мою энергетику любви и дружбы по отношению к ним и при сборе сырья трав отдают мне свою положительную энергетику дружбы и любви, в том числе дружбу и с видами можжевельника, которое я очень люблю. Конечно, не все растения отдают мне с полной силой свою энергетику, потому что есть среди них такие, которым не нравится появление человека, они при приближении человека закрывают свое биополе плотной энергетикой, выпускают из себя неприятные или зловонные запахи, чтобы таким образом защитить себя от непрошенных посещений людьми и дикими животными. Среди них встречаются колючие или шершавые растения и кустарники, без характерных признаков, то есть запахов, либо имеют неприятные или зловонные запахи. Однако есть множество колючих растений и кустарников с неприятными или приятными запахами, с которыми я дружу и которых я люблю. Однако не все из их числа проявляют явную дружбу и любовь ко мне. Некоторые из них остаются по отношению ко мне, к моему биополю нейтральны. Возможно, они чувствуют с моей стороны не совсем добрую энергетику, ибо энергетика мыслей, то есть грубые или совсем тонкие частотные вибрации моих мыслей, через мое биополе передаются на биополе растений, и они остаются нейтральными ко мне. Среди колючих кустарников, которых я очень люблю и дружу с ними, я могу назвать ежевику черную, ежевику сизую, колючие сорта малины, колючие виды и сорта шиповника, различные колючие виды боярышника и виды можжевельников, которые я равноценно отдаю, отдают мне положительную энергетику своего биополя. Известно, что область энергетического, то есть частотного биополевого воздействия людей на растения, кустарники, деревья, и наоборот, ими на людей, наука еще плохо изучена. Поэтому каждый человек ориентируется в растительном мире интуитивно, полагаясь на свои эмоциональные чувства и желания. Бог изначально при сотворении древних людей заложил в жизни и здоровье их организмов полную зависимость их организмов от природных средств, ягод, фруктов, овощей, корнеплодов, зависимость и легкую расщепляемость и усваиваемость печенью и кишечником жирных природных масел. По этой причине, кто изъявил или изъявит желание полечиться можжевеловым маслом для того, чтобы избежать ночью, возможно, бессонницы, следует употреблять внутрь можжевеловое масло рано утром на пустой желудок, через 2-3 часа после обеда и за 30-45 минут перед сном по одному глотку. Если и после данных процедур бессонница сохраняется, то следует попробовать употреблять внутрь можжевелое масло один раз в день рано утром по одному глотку на пустой желудок. Таким образом, вы минимизируете или избежите ночной бессонницы. Смолы и терпинфинное масло содержат также хвойное сырье, сосны обыкновенные, лиственницы обыкновенные и пихты белые. Масляные настои которых по этой причине также расщепляются и усваиваются печенью и кишечником человека медленно. Нужно время порядка 4-6 часов в печени и столько же времени в кишечнике. Затем нужно для проникновения любого вида хвойного масла в костные, легочные, мозговые и другие ткани еще примерно 6-7 часов времени, если хвойное масло принимать внутрь после 20 часов вечера, что мной неоднократно было замечено и записано, за исключением кедрового масла, которое расщепляется и усваивается печенью и кишечником человека легко и быстро, без излишних энергетических затрат организмам, без излишней энергетической нагрузки на желудок, как поджелудочную железу, печень, кишечник, желчный пузырь, селезенку, эндокринные железы, половые органы и сердце. Масляные настои которых укрепляют суставы, хрящи, трубчатые кости и другие костные ткани, так как способствуют их регенерации. А также хвойные масляные настои очень полезны для ежедневного потребления внутрь, для заживления и регенерации внутренних органов, после термических, водных, огневых ожогов внутренних органов. Бог сотворил и транспортировал все виды можжевельника для древних людей, для любования, то есть созерцания природы, чтобы в их сердцах поселилась любовь и все другие эмоциональные чувства тонких вибраций человеческой души, желающие благодарить Бога своей любовью за его участие и помощь в жизни человека. Бог сотворил и транспортировал на землю виды можжевельника не для белкового питания, но как пряность, размеленными в порошок шишкоягодами обваливаются белковые продукты питания – колбасы, сосиски, сардельки, бекон, копченка, рыбные изделия, отварные яйца, птичье мясо и сыры для улучшения вкуса и улучшения усваиваемости белковых продуктов животного происхождения. А также мощное природно-лечебное средство для древних людей, генетическими потомками которых являемся мы – современные люди. Бог сотворил и транспортировал различные виды можжевельника на землю, также и для жизни и самолечения различных видов животных. Например, медведи кушают свежие шишкоягоды можжевельника, обыкновенного на интуитивном уровне, для изгнания печеночных и кишечных гельминтов, для усиления кровообращения, улучшения аппетита, улучшения кровотворения, улучшения работы эндокринных желез и мочеполовых органов, для улучшения общего сперматогенеза, обезболивания внутренних органов и костей, для разжижения густых каловых масс в толстом кишечнике, укрепления здоровья и улучшения самочувствия, а также птиц и насекомых. В горах Румынии живет много медведей, которые спускаются вечерами и ночами с гор к населенным пунктам, чтобы на окраинах селений грабить улья с медом и запасы продовольствия, сушеную рыбу, сырое и вяленое мясо, сыры, которые доступны им во дворах и в хозяйственных постройках. Еще в старинные времена в горах Германии люди замечали, что медведи, кушая шишкоягоды можжевельника, лечились ими, поэтому в древности германские племена можжевельник называли Беренхольц или Беренштраух, что дословно означает «медвежье дрова» или «медвежье кустарник». Но в древности или позже, вследствие частых межпременных войн, людьми эти названия забылись, и они стали можжевельник называть «Ваххольда», как его называли племена победителей в междоусобных войнах. В немецкой википедии этой информации вы не найдете, ибо она пришла ментально в мое сознание из информационного поля земли. Кстати, племена древних германцев жарили мясо на кострах, коптили мясо с зелеными свежими ветками, шишко-ягодами можжевельника для улучшения вкуса копченого мяса. В качестве пряности, улучшающей аппетит человека при копчении свинины, колбас и рыбы, очень полезно составить пряность-усилитель вкуса, в который необходимо включить шишко-ягоды можжевельника, семена кориандра, порошок куркумы, семена перца черного, черный перец горошком, белые основания лука порея, порошок корнеклубни и сельдерея, порошок корневищ любистока, порошок горчицы, порошок хрена, сахарный или медовый сироп с добавлением лаврового листа и лука порея. Для укрепления костей и образования костной ткани, хрящей и суставов, и образования мышечной ткани, очень подходит такой состав, включающий сырье можжевельника обыкновенного, зеленые семена крапивы удвудомной, сырье хвоща полевого, инонеи темно-бурый, то есть монашки русской, и белые основания лука порея, корень окопника лекарственного, корень радиолы розовой, сырье живокости полевой, очитка пурпурного, очитника белого степного, корень пиона лекарственного и корень пиона уклоняющегося, то есть маленького корня, и сырья других возможных лекарственных растений. Для лечения от злокачественных новообразований костно-мышечных тканей и как средство, способствующее регенерации хрящей, суставов, костей и мышц, очень подходит состав, включающий свежее сырье можжевельника обыкновенного, семена болиголова пятнистого, сырье живокости полевой, порошок куркумы индийской, свежий корень окопника лекарственного, свежий корень чернокорня лекарственного, свежий корень радиолы розовой, то есть золотого корня, свежий корень пиона лекарственного, свежий корень пиона уклоняющегося, то есть маргиного корня, и пурпурное соцветие и листочки очитка пурпурного, то есть скрипун травы или зайчей капусты, Листья и ложноягоды омелы белой, листья, стебель, корень и плоды дурничника обыкновенного, листья и цветущие головчатые корзинки полыни горькой, полыни сиверса, полыни однолетней. Нужно особо заметить, что во время осеннего, в конце октября или весеннего, апрель-май сбора шишко-ягод видов можжевельника, которые висят на кустарниках зрелыми в условиях теплого климата Германии всю зиму до весны, при длительном интенсивном вдыхании смолистых лечебных запахов в течение примерно 2-3 часов на природе, уже находясь дома, могут возникнуть головные боли, а ночью бессонница, так как смолистые запахи можжевельников являются для головного мозга и легочной ткани сильными тонизирующими природными средствами. Поэтому для потребности семьи нет острой необходимости заготавливать сырье можжевельника в больших количествах. Малых количеств его сырья хватает для потребности семьи в лечебных целях и в качестве пряности к различным мясным и рыбным блюдам в течение 2-3 лет. Сырье можжевельника обыкновенного немецкая гомеопатия применяет в лечебных целях. В немецкой народной медицине высушенное сырье можжевельника можно купить в аптеках, но его качество в смысле содержания достаточного количества эфирных масел оставляет желать лучшего. Черное, сильно высушенное и термически прокаленное сырье можжевельника продается в магазинах Германии в качестве пряновкусовой приправы к различным мясным и рыбным блюдам. 250 граммовая упаковка черных прокаленных жаром в сушильных шкафах шишкоягод можжевельника стоит 459 евро в пересчете на 1 килограмм, примерно около 20 евро. Однако для лечебных целей такое сырье не подходит, поэтому местные начитанные немцы иногда заготавливают в лечебных целях для своей семьи небольшое количество шишкоягод можжевельника. Да и многие русскоязычные жители Германии усиленно ищут в поисковых системах Яндекса и в Гогле свежее сырье можжевельника обыкновенного для лечебных целей и для использования в качестве приправы. Добрые люди, я рассылаю по территории Германии свежее сырье, зрелые синие, темно-синие или темные свежие шишкоягоды с небольшой лечебной примесью хвои, можжевельника обыкновенного и можжевельника казацкого. Отличительные особенности можжевельника обыкновенного от можжевельника казацкого, в первую очередь, это у первого вида иголочки хвои острые, как вы видите сейчас на фотографии, и колючие, колющие больно, а у второго вида округлозакругленные и не колющие руки и тело. Вот, можжевельник казацкий. Можете посмотреть. Для заказов свежего сырья, видов можжевельника и его высококачественных лечебных препаратов, вы можете мне написать на одну из моих электронных почт. Я предоставляю две почты. Или можете мне позвонить на номер моего мобильного телефона по Германии 0177 21 88 723 с 8 до 20.00 берлинского времени, которые я высылаю всем заказчикам по доступным в Германии ценам. Следует учесть и хорошо помнить, что во время лечебной ароматерапии в душистых заростях видов можжевельника можно для корректировки физиологических функций внутренних органов и лечения организма медленно, хорошо разжевывать по несколько свежих смолистых шишкоягод обоих видов можжевельника, то есть можжевельника обыкновенного и можжевельника казацкого. Мною многократно замечено, что после часовой лечебной ароматерапии в душистых заростях обоих видов можжевельника заметно сильно улучшается аппетит, усвоение и расщепление белковой животной пищи, мясных и колбасных изделий, рыбы, яиц и всех молочных продуктов, видов сыров, простоквашек, кефира, ряженки, пахты, сливок, молока и сметаны. Можжевеловая ароматерапия очень полезна людям, имеющим нарушение белкового обмена и страдающим нарушением неполного расщепления ферментами печени и кишечника, кишечника, всех животных белков. Молочные продукты легче усваиваются и расщепляются печенью и кишечником, что очень благоприятно для размножения в кишечнике человека полезной микрофлоры, молочнокислой бактерии. Для улучшения полезной микрофлоры кишечника и улучшения расщепления усвоения печенью и кишечником животной белковой и белковой растительной пищи, мелко измельченные свежие или правильно высушенные в тени на ветру шишкоягоды можжевельника обыкновенного, необходимо заливать одним литром пахты, кефира, ряженки или простокваши, настаивать в течение одного-двух часов и пить медленными маленькими глоточками в течение одного часа, один раз в день, за один час до употребления внутрь мясных и или колбасных изделий, рыбы, сыров, яиц и любых молочных продуктов, в том числе до употребления внутрь свежего, парного и цельного молока, мороженого и молочно-ягодных или молочно-фруктовых йогуртов, улучшающих полезную микрофлору в кишечнике. Настой сырья можжевельника на молочных продуктах является ферментативным расщепителем белковой животной пищи и растительной белковой пищи, гречневой, перловой, пшенной и овсяной каши, которые очень показаны употреблять внутрь людям, страдающим плохим расщеплением белковой животной и растительной пищи, в частности людям, страдающим плохим расщеплением печенью и кишечником белка и желка вкрутую сваренных куриных яиц, так как у них в печени и кишечнике недосует или почти не имеется необходимых ферментов и молочно-кислых бактерий, либо плохо вырабатываются для расщепления яиц, в том числе при недостаточной выработке в кишечнике полезной микрофлоры. В свою очередь нормализация белкового расщепления пищи в печени и кишечнике ведет к постепенному улучшению белкового обмена во всем организме, улучшается усвоение расщепленных печенью и кишечником больших количеств белков до аминокислот в костной и мышечной тканях, что также ведет к образованию хрящевой ткани в суставах и внутрисуставной, то есть синавиальной жидкости, образованию спинномозговой жидкости, нервных клеток и нервных волокон головного мозга, мужичка и костного мозга. Улучшение образования костно-мышечной ткани очень показано при тяжелых и неизлечимых онкологических рак саркома костно-мышечных заболеваниях, а также при артрозе, артритах, полиартритах, остеохондрозах и остеопорозе костей. Настой сырьяки-поживельника на молочных продуктах полезно принимать внутрь при печеночных заболеваниях, циррозе, гепатитах, холецистите, желтухе и гемолитической амлевии, то есть малокровии печени, при которой улучшается кровотворение селезенкой и костным мозгом. Костный мозг, явно страдающий злокачественными новообразованиями, благодаря еще сохранившимся при онкологии живым нервным клеткам и волокнам, запускает процесс деления клеток, за счет чего начинает продуцировать новые живые нервные клетки и волокна. Костный мозг начинает усиленно бороться за выживание, и живой костный мозг обновляется, образуя новые здоровые нервные клетки и нервные волокна. Настой сырья-моживельника на молочных продуктах также ведет к постепенному рассасыванию раковых опухолей в печени, в селезенке, в легких и в толстом кишечнике, ведет к постепенному рассасыванию внутренних и лимфатических, то есть геморроидальных узлов кишечника, лечит в разной степени гепатиты печени и половой гепатит. Для достижения в домашних условиях всех данных лечебных целей можно также приготовить лечебный коллоид, состоящий из растительного белка, слизистого белкового отвара, семени льна, мякоти плодов черемухи и или мякоти плодов черешни, вишни лесостепной дикорастущей и вишни садовой, мякоти плодов абрикоса и чернослива с добавлением определенной части желатина, в качестве ферментов и лечебных веществ и мелко измельченных шишко-ягод можжевельника обыкновенного. Для лечения костно-мышечных злокачественных новообразований, то есть рака и саркомы, лечения артритов, полиартритов, ревматоидного артрита, туберкулеза костей и туберкулеза легких, регенерации костно-мышечных тканей и лечения красно-системной волчанки в домашних условиях необходимо принимать внутрь коллоидный лечебный препарат, состоящий из растительного белка, плодов абрикоса, отвара семени льна, высушенного порошка плодов черемыхи, черешни, вишни лесостепной дикорастущей или вишни садовой, без косточек, в качестве ферментов и лечебных веществ. Мелко измельченное сырье шишко-ягод можжевельника обыкновенного в качестве лечебных противоопухолевых алкалоидов, смол, горечи и других веществ. Сырье можжевельника обыкновенного, простите, пожалуйста, сырье болеголово-пятнистого, живокости-полевой, порошка корней куркумы индийской, терпентинное масло хвойных пород деревьев, сырья полыни горькой или полыни сиверса и сырья других возможных лекарственных растений. После можжевеловой аромотерапии улучшаются в организме человека процессы кровообращения, кроветворения, улучшается носовое и легочное дыхание. При гемолитической анемии, то есть малокровии, анемии крови и печени, улучшается усвоение организма, необходимых организму, ценных питательных веществ, улучшается и усиливается показатели образования красной здоровой крови, улучшается ферментативный процесс в слюнных железах печени, кишечники, способствующие расщеплению и усвоению организма человека плодов цитрусовых культур, лимонов, но особенно сильно апельсин, мандарин, кумкватов, то есть кинкана, а также отварной тыквенной каши или тыквенного варенья, отварной моркови и красного сладкого болгарского перца, богатых ценными каротиноидами, что в свою очередь улучшает зрение, улучшается расщепление усвоения в овощных салатах отварной моркови, отварной красной свеклы, белокочанной капусты, цветной капусты, листового салата, помидор и лука порея, улучшается усвоение из листового салата натрия, калия, железа, кремния, цинка, йода, органических кислот, белков, углеводов и макро- и микроэлементов. Для улучшения расщепления печенью и кишечником человека сырых растительных белков цветной капусты необходимо мелко измельченную цветную капусту залить на дни сутки определенную часть отварного сока красной свеклы, в результате чего белки цветной капусты размягчаются и заквасятся. В заквашенном виде белки цветной капусты легко будут расщепляться и усваиваться печенью и кишечником, сырье можжевельника и на его основе лечебные препараты отвар или водный и масляный настой шишка ягод лечат подагру, так как они уменьшают количество излишней мочевой кислоты в суставах, мочевом пузыре, крови и лимфе, обезболивают мочевой пузырь и разжижают кровь. По утрам и вечерам перед сном необходимо полоскать ротовую полость и горло от остатков пищи и кормящейся ей бактериальной, дрожжевой и плесневой микрофлоры, зачастую присутствующих у человека в ротовой полости в горле, пищеводе и желудке, ввиду которых у человека, особенно у ленивого человека, ленищегося, производить регулярную ежедневную чистку зубов и полоскание отваром или водным настоем шишкоягод можжевельника обыкновенного можно с добавлением отвара или водного настоя смолистой хвои любых хвойных пород деревьев и корней Солодки Уральской, корней Шиповника, корней Окопника Лекарственного, корней Кровохлёбки Лекарственной, сырья Шалфея Лекарственного или Шалфея Степного и корней Зопника Обыкновенного. которые могут со временем образовываться доброкачественные опухоли и злокачественные новообразования в различных внутренних органах человека. Необходимо за 30-45 минут до сна для дезинфекции ротовой полости, горла, пищевода, желудка, печени, кишечника и бочевого пузыря с почками выпивать за один разовый прием внутрь четверть стакана отвара или водного настой, шишка ягод, можжевельника обыкновенного, а также для уменьшения болей в горле и мочевом пузыре, как мощное мочегонное средство, мужчинам и женщинам настоятельно рекомендую после утренних или вечерних обмываний в ванне теплой водой тела и мочеполовых органов Обязательно старайтесь обмывать мочеполовые органы теплым отваром или теплым водным настоем шишка ягод можжевельника обыкновенного или можжевельника казацкого Обмывание мочеполовых органов теплым отваром или теплым водным настоем шишка ягод одного или обоих видов можжевельника оправдано при наличии у мужчин и женщин венерических заболеваний и половом гепатите Мужчинам показаны обмывания препаратами можжевельника при аденоме предстательной железы Женщинам при гинекологических, генерических и онкологических заболеваниях мочеполовых органов В том числе при онкологии бортолиновой железы преддверия влагалища Стенок влагалища шейки, стенок матки При поликистозах и раке яйцеводов и яичников В этих случаях очень полезны женщинам спринцевание влагалища теплым отваром или теплым водным настоем свежих шишкоягод можжевельника обыкновенного и можжевельника казацкого Обмывания мочеполовых органов мужчинам и женщинам очень показаны утрами и вечерами перед сном А также при смене нижнего белья Смену нижнего белья нужно производить как можно чаще Особенно чаще, если у вас между ног и на половых органах обильно выделяется соленый пот, который сильно насыщен излишним количеством уратных, то есть мочекислых солей и мочевой кислотой, раздражающих неприятным зудом половые органы Поэтому обмывание необходимо в этих случаях производить перед сном, чтобы избежать стойки бессонницы Для обмывания и спринцевания мочеполовых органов и полосканий ротовой полости, горла, пищевода и желудка необходимо применять теплый отвар или теплый водный настой свежих смолистых эфиромасличных шишкоягод можжевельника обыкновенного и можжевельника казацкого С добавлением свежей смолистой хвои, хвойных пород деревьев, сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, белой пихты или пихты корейской или кедра сибирского Которые необходимо ежедневно применять в домашних условиях в течение одного, двух, трех и более месяцев С возможными недельными или двухнедельными перерывами, особенно при тяжелых и неизлечимых онкологических заболеваниях мужских и женских мочеполовых органов Материал о приготовлении различных видов можжевелового масла, его применении для лечения различных тяжелых и неизлечимых онкологических и многих других заболеваний внутренних органов И для его использования в наружном лечении тяжелых и неизлечимых онкологических заболеваний кожной и костно-мышечной ткани и других наружных заболеваний Смотрите и читайте на моем канале Владимир Глеев, Яндекс.Дзене, в Одноклассниках, ВКонтакте, в моем мире, на Фейсбуке, в Твиттере и в других социальных сетях, в интернете Следует особо учесть, что с помощью мягкой массажной практики всего позвоночного столба и всей спины с помощью теплого можжевелового масла То есть масляного настой шишко-ягод можжевельника, обыкновенного можжевельника казацкого Можно реально избавиться от тяжелых и неизлечимых наружных онкологических кожных и костно-мышечных тканей Ревматизма сердца, ревматоидного артрита, артритов, полиартритов, остеохондроза, остеопороза, подагры, различных кожных и костно-мышечных заболеваний При тяжелых и неизлечимых наружных онкологических заболеваниях позвоночника, спинного мозга и всей спины А также при ревматизме сердца, массажной практике нужно повременить, применять наружно И ограничиться смазыванием всего позвоночника и спины можжевеловым маслом Как сильного противоопухолевого средства Несколько раз в день, в течение минимум 2-4 недель, максимум 2-3 месяцев В зависимости от степени тяжелых заболеваний И только потом, по рекомендации вашего лечащего врача Ваш профессиональный массажист должен проводить ежедневные массажные практики С использованием различных видов правильно и качественно приготовленного можжевелового масла Масленного настоя шишка ягод и хвои можжевельника обыкновенного и можжевельника казацкого Отдельный материал по приготовлению различных масляных настоев, то есть лечебных масел Из сырья отдельных лекарственных растений или из сырья многокомпонентных лекарственных растений Необходимых исключительно для ежедневных массажных практик Необходимо еще скорректировать по знаниям и только потом напечатать в течение неопределенного времени От всей души и сердца благодарю всех заинтересованных лиц за подробное и внимательное прочтение И за просмотр и прослушивание на ютубе на канале Владимир Глейх Рецептов приготовления в домашних условиях различных видов лечебных масел, то есть сырья масляных настоев Применявшихся ранее и применяющихся в настоящее время в народной медицине трава и гриба лечения зауральского казачества А проще, в народной медицине зауральского казачества, народных лекарей-знахари зауральского казачества чей богатейший многолетний практический опыт травы и гриболечения составляет вот уже более 240 лет и надеюсь на помощь и взаимопонимание с вашей стороны по лечению ваших заболеваний. С глубоким уважением и любовью к вам, всем, онкотравник, царитель лесостепной зоны Южного Урала и Зауралья, Глейх Владимир Андреевич. Добрые люди, я рассылаю по территории Германии свежее сырье, зрелое синее, темно-синее или темные свежие шишкоягоды с небольшой лечебной примеси хвои, можжевельника обыкновенного и можжевельника казацкого. Отличительные особенности можжевельника обыкновенного от можжевельника казацкого в первую очередь, что у первого вида иголочки хвои острые и колючие. Колючие больно, а у второго вида округло-закругленные и не колючие руки и тело. Как вот видите на мониторе можжевельник казацкий, округленные хвоинки, мягкие, не колючиеся. Для заказов свежего сырья, видов можжевельника и его высококачественных лечебных препаратов вы можете мне написать на одну из моих электронных почт. Или можете мне позвонить на номер моего мобильного телефона по Германии 0177 21 88 723 с 8 до 20.00 берлинского времени, которое я высылаю всем заказчикам по доступным Германии ценам. Продолжение следует... Продолжение следует...